Христос посреди нас, мои родные, любимые, христолюбцы, все братья и сестры, мужи, отцы святые, жены мироносицы, Христос посреди нас, всех рад приветствовать. Всем желаю радоваться в Господе, веселиться, уповать и любить всех вокруг. Ну что, давайте помолимся, и я кое-что скажу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Сущий над всем Бог, Творец неба и земли, всеувидимого и невидимого, Источник жизни и всякого блага, хлеба и вина, земного и небесного, Господь мой и Бог наш, Начальник жизни и податель всякого счастья, всякого блага на земле и на небе для человека и ангелов Твоих. Благослови сию запись. Уста говорящего, уши всех слушающих и блаженные руки всех печатающих, И что истинно и полезно, на пользу каждому, подарованным от Тебя талантам, даруй нам. И да прославишься Ты и имя Твое Святое, явленное Тобой и на кресте, который есть любовь, И да откроется помышление многих сердец, и узрит всякая плоть, славу и величие, а главное Божество Твое, воскресенье Твое. И да будут уповать на Тебя все народы во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Слава Господу нашему Иисусу Христу! Христос посреди нас есть и будет. Он сейчас живой с Отцом и Духом Святым, всегда с нами. Помните об этом. Господь не мертвый, а Бог живых. И ближе каждого человека к нам. Он в сердце каждого человека. И христианин должен в это сердце впустить его крещением через веру после покаяния. И возрастать, взращивать это древо жизни вместе с Господом, который все взращивает, а наше дело поливать, удобрять, ухаживать и бережно хранить то, что Господь нам взращивает. Ну что, я по вам скучал. Надеюсь, вы по мне тоже. Хотел поделиться, просто мне прислали ролик. Ну, название заметили, да? Как назвал? Не знаю, ну, предание церкви, что-нибудь такое, да? Сбросили мне ролик священника там. Я вообще всю эту же ересь Кривославную не слушаю, конечно. Ну, вот, даже хотел по предвзятости уже выключить на первой минуте. Но потом думаю, дай послушаю. Уже привык, как тебя понуждать к разным вещам. Ну, и, в общем-то, не пожалел. Вот. Я с вами поделюсь сейчас экраном. Ссылочка будет, конечно же, в описании. Это вот есть такой Константин Пархоменко. Вот. И есть ролик, почему наши святыни всегда удачный пример для подражания. Мне его вот сбросил братец. Ну, я там тоже кое-кому скинул. Ну, и решил ролик записать. Ну, вот, я вам просто так скажу. Ссылка будет в описании. Кому надо, перейдете. Ну, там, в подсказках я везде добавлю. Вот. Говорит он там о святых, о всех этих подделках, о том, что уже ничего и там и нет. И вообще, как это пишется, он молодец. Рассказывал. Я ничего пересказывать вам не буду. Вы там сами посмотрите. И посмотрите, я особенно рекомендую, конечно же, посмотреть православным. Свободным во Христе, там, может, и смотреть нечего. Ну, хотя, конечно, посмотреть можно всем. Чтобы как раз о свободной во Христе просто утвердятся. А так называемый православный или кривославный, там, не знаю, кто как верует. Вот. Может быть, над чем-нибудь задумывается после такого ролика. Вот. Так что всем рекомендую к просмотру. Вот. Ну, в общем-то, на этом и все. Я хотел такой маленький записать ролик по поводу всех этих. Я говорю, что говорить-то, если бы ролик можно было прослушать там вместе, а так будет непонятно. Вот. Но даже если бы вы его послушали потом меня, я ничего не хочу говорить, не комментировать, не осуждать. Как все делают, вот это заочно, кого-нибудь там ставят и давай что-нибудь осуждать. Да нет. Сами все посмотрите, там, все. Какие-то выводы для себя сделаете, вот и все. Просто хотелось бы рекомендовать. Причем не только там своим, чего рассылать-то. Я вот ссылку дам. Благо, канал есть, можно записать любой ролик, да поделиться просто с людьми. Вот и все. Как раз он малюсенький получится, пять минут, чего у меня редко получается. Вот. Так что слушайте, оставляйте комментарии. На лайве они у меня открытые, так что, пожалуйста, что там, может, какие мысли у кого. Вот. Конечно, призываю всех всегда не осуждать никого, не обличать, не злословить. А если есть какие-то действительно по делу мысли, и то судить не людей, а если мысли пока по учению, так скажем, по мировоззрению, тогда, конечно, можно что-то высказаться. Осуждать нам никого, не обличать, не заповеданное. Нет такой заповеди. Не судить, не обличать, не злословить. Всех нам надо только любить. Вот. К сожалению, люди либо не знают Писания, либо не знают, что в них есть искажения. Вот и все. Либо все грибут под одну гребенку. Лепят там Ветхозаветные Евангелия, или что там, Библия, я не знаю. Все подряд в одну кучу месяц. Вот. Ну все, что, тогда я на этом попрощаюсь. В общем-то, все, что я хотел посмотреть. Да я, кстати, ссылку и вот сюда вот прилеплю. Она вот здесь будет справа тогда, на этот ролик. Вот. Ну и на свой какой-нибудь плейлист. Вот. Ну все, тогда всем желаю радоваться в Господе. Веровать в свою веру, являть делами. Ибо мы все прекрасно помним, что вера без дел мертва. Вера, покажите вере вашу любовь. Вера, действующая любовью, а заповедь его та, чтобы мы веровали в Него и любили друг друга. В общем-то, все четыре тезиса ко всем посланиям апостольским. Ну все, всех хранит Христос. До встречи. Подписывайтесь, кто не знает, вон все мои каналчики наверху, и все мои контакты внизу. Всегда рад. Рад новому, новому христолюбцу, будь то мужчине, будь то женщине. Радуюсь всегда в совместном общении. Экклесии, церкви, церкви христовой, церкви святых. Ну все, до встречи в новом ролике. Пока-пока. Храни всех Христос.